Он посмотрел на меня, это было около ужина, около шести часов вечера, и он сказал, ну все, на сегодня для тебя достаточно впечатлений, иди домой. Капуста, нужно быть осторожнее, да, в следующий раз. Я как бы страдал и мучился все это время. У меня появилось непреодолимое желание подойти к нему и сказать, давай встречаться. Ну и через две недели я говорю, знаешь, вот, мне судьба, все, до свидания. Я же не знал, что там план такой, на две недели только, ну, вроде как все нормально. Всем привет, это рубрика Love Is, рубрика про семейные ценности, отношения, о том, как Бог ведет нас в этой жизни. У нас очередной выпуск с новой семьей. Сегодня у нас в гостях семья сотрудников, семья Петрищев, Антона Анатольевича и Светлана Ильинична. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады, что вы к нам пришли, что вы пообщаться немножко, поговорите на нужные нам важные темы для студентов. Вот, и хочется сразу начать с первого вопроса. История о том, как вы познакомились. Шло лето 1995 года. Мы приехали поступать в Заокскую духовную семинарию. И те, кто успешно сдал вступительные экзамены, получили особую возможность поработать несколько месяцев на сельскохозяйственном отделении, освоить профессию овощеводов. Но вы не вместе поступали, просто в одном потоке, да? Ну, получилось так, что Светлана позже приехала немножко, вот она задержалась там на пару недель, вот, я поступал чуть раньше, ну да, мы поступали вместе на один курс, на один факультет. Их тогда было всего два, богословские, музыкальные. Вот, и... Ну, вот там мы и познакомились на грядках. На фазенье. Как часто бывает. Да, с тяпками. Бывало студенты на картошке. Да, вот что-то такое, романтика. Так, а... Ну, и потом мы учились на одном факультете, были в разных группах, учились на факультете теологии. Ну, и, наверное, полгода прошло безмятежно. Прошли безмятежно, но... Ну, для тебя безмятежно. А для вас это было уже что-то там... Не, ну, у меня это была любовь с первого взгляда, то есть, почти с первого. Явные свидетельства показались. Да, и я как бы страдал и мучился все это время. Я не подозревала ни о чем. А как вы так ее заприметили? Просто увидели и поняли, все. Эта девушка, которая вот... Мне очень нравится. Ну, я очень хорошо помню, да. Мы собирали капусту. Вот, и подогнали грузовик там, вот, в который мы должны были погрузить эти кочаны. Вот, и Света была в кузове там, а я внизу. Ну, там были еще, естественно, другие люди. Вот, но других я не особенно видел. Вот, я видел ее, и я бросал ей эти кочаны, она их ловила, складывала там в кузове. Вот. Ну, и все. И все. Я пропал, я пропал. Она их ловила, очаровала. С капустой нужно быть осторожнее, да, в следующий раз. Так, и так прошло, получается, полгода, да, после этого момента? Да, да. Вы решили что-то предпринять? Ну, как бы, 14 февраля, да, наступила День влюбленных. Ну, я думал, чего тянуть уже дальше? Вот, надо что-то делать. Вот, поэтому решил признаться в своих чувствах. Ну, вот. Да, это было очень неожиданно. Мы учились вместе, я, конечно, уважала и видела этого парня, он, по-моему, был умный. Мы считались его мнением, но я и подумать не могла, что я ему нравлюсь, потому что он такой был замкнутый, немножко молчаливый. Вот, мы не общались, то есть мы не пересекались, кроме учебы, нигде и никак. То есть это было как-то очень неожиданно. И вот, когда он подошел и признался, для меня это было как обухом по голове, настолько неожиданно. Ну, бывает, что девушки, они как-то чувствуют, да, кому они нравятся, обращают внимание, о, вот этому я нравлюсь. Или там, я как-то вот не замечала, если честно, что я ему нравлюсь. Очень было неожиданно, я стояла, смотрела на него, думаю, так, я даже не могла понять, что происходит. Он посмотрел на меня, это было около ужина, около шести часов вечера, и он сказал, ну все, на сегодня для тебя достаточно впечатлений, иди домой. И я пошла домой, я жила не в общежитии, я жила дома у своей сестры. Я пришла долго и не могла понять, что это такое было. И, знаете, у девушек такое очень часто бывает, когда это неожиданно, когда ты не собирался, не знал, не был готов морально. Первая реакция, нет, нет, конечно, нет, все там, все, ничего у нас не получится. И я решила, думаю, все, ничего у нас не получится, точно не мой вариант, точно мне не нравится. Но отказывать как-то сразу вот резко нехорошо, все-таки человек с чувствами пришел, признается здесь как-то вот, ну, нехорошо сказать, знаешь, что ничего у нас не будет, иди своей дорогой. Там надо две недели хотя бы там или сколько-то повстречаться, просто пообщаться, посмотреть, ну, а потом я, значит, ему вот все расскажу. Ну, две недели я по расписанию выдержала, думаю, ну, что, надо походить, пообщались мы, походили. Ну, и через две недели, я говорю, знаешь, вот, не судьба, все, до свидания. Я же не знал, что там план такой на две недели, только я думал, ну, вроде как все нормально, да, есть какой-то надежда какая-то. Нет, надежды, на самом деле, на тот момент не было никакой. Ну, и мы как бы, что делать, естественно, расстались. И мы расстались, и мне было так жалко, я думаю, он же страдает, я ему так нравлюсь сильно. Надо молиться, молиться, чтобы у него все чувства ко мне прошли, остыли, чтобы человек свободно жил, смотрел на других девушек, все было хорошо, я совестью не мучилась. Ну, я стала молиться, вот, Господи, благослови, чтобы Антон меня разлюбил. Ну, каждый день молилась, вот так прямо исправно, прошло месяца два. Я думаю, а что я так молюсь? Подумаешь, хочет, пусть любит, не буду молиться. Перестала молиться, чтобы он меня разлюбил. Но все это время, вот после того, как мы повстречались, после того, как я узнала, что я ему нравлюсь, я о нем думала. Вот он все время был у меня где-то в мыслях, в моей голове. Я думала о нем, периодически наблюдала уже за ним. Если до этого я как бы не обращала особое внимание, наблюдала за ним. При встрече там, конечно, мы здоровались, то есть замечала что-то. Я как бы все время о нем так думала. И прошло лето, мы возвращаемся на учебу и приходим учиться. Я вижу его, он абсолютно как бы нейтрально хорошо общается, даже предложил какое-то сотрудничество. Он выпускал тогда журнал студенческий. Это был прецедент, потому что до этого никто не выпускал. Да, и, наверное, Антон был первым, кто вообще начал эту идею. Ну, начал это не я, это Миша Яковлев все затеял. Просто потом он как бы это дело оставил, появились другие дела там, ближе к выпуску. Он все-таки на старших курсах учился. Вот я просто это дело продолжил. Но это как бы вообще другая тема совсем. Интересная, но другая. Да, кстати, эти журналы до сих пор есть в библиотеке, можно почитать. Называется «Статус-ког», 95-96 годы, очень интересные. Некоторые выпуски даже скандальными были. Да, чуть не отчислили из университета. Это что-то молодежное было такое. Все, мы о другом, да. Ну вот, я вам предлагала как бы сотрудничать даже в журнале, что-то такое. Но что интересно, вот когда мы начали учиться, уже как бы второй курс у нас пошел, у меня появилось непреодолимое желание подойти к нему и сказать «давай встречаться». Я думаю, да что за бред, что-то у меня в голове такое живет. Я думаю, нет, нет, все спокойно, все хорошо, нет, какие-то левые мысли приходят. И я терпела полтора месяца. Они постоянно у меня в голове были, вот просто были в моей голове постоянно. Надо подойти, надо предложить ему встречаться. Я думаю, зачем, как, что, почему? Но и он мне как бы начал импонировать, начал нравиться. То есть, если я до этого не обращала вообще никакого внимания на него, а после этого, да, я стала за ним наблюдать, и он мне понравился просто вот как тип личности, как вот человек, как парень молодой, мне понравился. И, в общем, наступил, вот я не могу объяснить, что это было, я думаю, что это, наверное, Господь просто так вот постоянно мне посылал такие месседжи каждый день, потому что я молилась, я как бы молилась до этого момента, что, Господи, как бы мне было интересно воля Божья в выборе моего спутника жизни. Я как бы доверяла Богу в этом плане абсолютно. Были перед глазами у меня примеры родственников, у которых не очень хорошо сложилась судьба. Даже не то, чтобы родственников, а знакомых, скорее всего. Вот так будет сказать, наверное, верно. И я боялась, я понимала, что, как бы, насколько бы ты не был прозорлив, насколько бы ты не был влюблен, ты все равно можешь ошибиться, и ты все равно можешь стать очень несчастным человеком в семье. И я как бы отдала этот выбор в руки Бога и просто молилась. Я говорила, Господи, вот просто покажи, проведи, направь. И вот мне кажется, что Господь как раз вот так и начал делать в этот момент. И я помню, что 13 октября, до сих пор помним эту дату, мы поехали в семь, не в семь, в компании, да, студенческой, мы поехали в Поленово на обрыв любви и гулять. Антон был в том числе, было несколько девушек, несколько парней. Мы здорово провели время, и мы возвращались. И вот у меня все время эта мысль в голове, что надо ему... Но я с этой мыслью отчаянно боролась, как могла. И мы вернулись, и уже они пошли на ужин. И я так, настолько меня эта мысль измучила, что я после ужина дождалась, пока он поужинает, встретила. Говорю, пойдем, надо пройтись, там что-то такое. И я ему предлагаю, давай встречаться. Я не знаю, что он испытывал в этот момент. Он поделится сейчас с нами. Ну, я обрадовался, конечно, да. Нет, я, с одной стороны, уже как бы смирился с тем, что, ну, все, у нас давно там никаких отношений нет, и быть не может, как бы я полагал. Но чувства мои никуда не делись, вот не остыли. И поэтому, конечно, мне было радостно. Вот, ну, и мы как бы так пообщались немножечко, решили встречаться. Я пришла домой, думаю, что я наделала? А если это не воля Божья? А я сама взяла инициативу в свои руки, а вдруг это вообще ошибка? А вдруг так неправильно делать? А вдруг вообще не надо было этого делать? И я стала очень сильно молиться, Господи, если не твоя воля, разруши, и так далее, и все. И я думала про себя, что вот я к нему подошла, вот так как бы с бухты-баракты давай встречаться, а ему, может быть, неудобно было мне отказать, то есть может у него уже какая-то девушка есть, может ему еще кто-то нравится, может еще где-то как-то. И тут получается так, что через какой-то... Мы с ним встречаемся, и через буквально неделю, наверное, через какое-то время, кто-то его видит, он провожал какую-то девушку домой, да. И мне рассказывает, говорит, о, Антон там что-то... Я думаю, наверное, вот ему нравится на самом деле эта девушка, а он просто из того, что ему неудобно было мне сказать, он как бы какое-то время, и я думаю, все, надо заканчивать эти отношения, и я к нему подхожу. У нас было тогда каждый день утреннее служение начиналось, начинался учебный день, и я к нему после утреннего служения подхожу, где-то после недели того, как мы, наверное, так вот как бы встречались, и говорю, знаешь, мы расстаемся, и ухожу. Что тогда случилось потом? Ну, просто хорошо, что я эмоционально устойчивый человек, и как бы... Стрессоустойчивый. Ну, я даже не знаю, что... Я в шоке в каком-то был. Я думаю, что ж такое-то, что я вообще не так делаю, и что со мной не так? Ну, вот, как бы уже, ну, второй раз, это уже тенденция. Тоже диагноз практически. Вот. И он меня... Значит, занятия какие-то шли, он потом меня на перемене где-то поймал, потому что мы в разных группах были, говорит, слушай, так нельзя, так нельзя. Ну, да, я решил разобраться, потому что что вообще происходит? Ничего не объяснил, да, просто просто... Да, ну, да, чисто женский такой ход, вот, перчатка, так сказать, брошена, и всё, и ты исчезла. И он мне говорит, давай, будем... Тогда ещё не было вот этих фильмов, 20 встреч, 20 свиданий и так далее. Он просто, вот, я не знаю, почему, откуда у нас взялась эта цифра. 20 встреч, да, по-моему, мы тогда назначили или что-то такое, ты сказал, что вот давай вот 20 встреч мы... Ну, привычка же вырабатывается за 21 раз. А, точно, всё было продумано, на самом деле. Он говорит, давай, вот 20 раз мы повстречаемся, а там дальше мы решим. Но вот я на самом деле ему благодарна, потому что, мне кажется, если бы он просто начал психовать и всё, и сказал, да знаешь что, иди ты своей дорогой, вот, такая непонятная, нехорошая, или просто сдался и сказал, ну, и ладно, вот, и всё. Он не сдался, на самом деле. И мне кажется, вот эта настойчивость его... Потом у нас 20 встреч встречались, потом ещё 20 встреч, потом уже мы просто не считали, сколько мы встречаемся. Но мы молились, конечно, я очень молилась сильно в этот период, и Антон молился, и за нас молились родные. И Бог как-то вёл. Антон, конечно, очень красиво ухаживал. И он в наших отношениях, он лидировал, он был настойчив очень. То есть он всегда, как бы, если я там периодически сомневалась, периодически что-то на меня нахлынет, отхлынет, ещё что-то, он всегда был, как бы, вот, он как бы хранил наши отношения, он их вёл, он их помогал им развиваться. Я сам не могу это объяснить, для меня это не очень характерно вообще. Вот, ну, тем более, скажем, настаивать, да, на чём-то, чего человек, может быть, не очень хочет, или, во всяком случае, не демонстрирует на свою готовность к этому. Ну, я не знаю, просто крышу снесло, поэтому я, как бы, себя не контролирую. Ну, это было здорово на самом деле, и, наверное, вот те, кто нас будет слушать, я хотела бы сказать ребятам, ребята, не отчаивайтесь. Вот, ну, не получилось даже первый раз. Девушки иногда такие существа, они с первого раза не доходят. То есть ты не можешь иногда понять, что да, это твоё, да, этот человек, человека ты будешь влюблён и будешь с ним счастлив, и это воля Божья, иногда это не доходит с первого раза. Поэтому не унывайте, не отчаивайтесь, вперёд ещё раз. Женщины любят, когда за ними хорошо и настойчиво ухаживают, поэтому мне кажется, что вот это очень спасает ситуацию. Ну, и, наверное, через сколько ты сделал предложение? Наверное, через год, да, как мы начали встречаться, 13 октября, по-моему, в этот же день, Антон мне сделал предложение, я согласилась, естественно. Вы ожидали, или это было тоже сюрпризы? Нет, это было, я не ожидала, если честно. А можете поделиться, как произошло? Я думаю, женской половине точно будет интересно. Как это было? Да, просто на самом деле очень было. Света в это время, она уже жила там с родителями своими в посёлке, достаточно далеко, поэтому я ходил её провожать, потом возвращался, вот, обычно это было уже вечером, иногда опаздывал в общежитие, вот, но там, благо, у нас такой был понимающий охранник, да, который меня пускал всё время, да, и прикрывал меня, вот. Да, ну и вот во время одного из свиданий я купил колечко, вот, и подарил, да, и задал вопрос. Ну, Света меня немножко помучила, конечно. Ради приличия, что не было. Не сказала сразу, да, не надо подумать, вот, и всё такое. Вот, ну, подумала и ответила правильно. Правильно, да. И мы как бы стали вот готовиться уже с тех пор к свадьбе, и, конечно, вот из нашего опыта мы до последнего, наверное, молились оба, чтобы Господь как-то показал, если это не Его воля, чтобы это всё как-то разрушилось или не состоялось. Но Господь нас вот довёл до венчания, довёл до свадьбы, и, конечно, когда я выходила замуж, я была очень влюблена, она была очень счастлива, что всё так получилось, и такая вот у нас история. А вот вопрос, очень часто, пока люди находятся в стадии отношений, они, возможно, не до конца уверены, да, в своём партнёре, и они часто просят у Бога знаков каких-то. Вот где та грань? Сколько знаков просить? Знаете, когда вот вроде бы Бог тебя показывает, но ты всё ещё не уверена, тебе нужно ещё и ещё. А что вот в этой ситуации делать? На ваш взгляд, как понять, что пора остановиться, да, или уже... Что Бог ответил, да, что принять? Я вообще знаков никогда не просил, я не очень вообще к знакам расположен. Ну, я когда молился, я просто просил, что если это воля Божия, пусть она осуществится, если нет, тогда пусть не осуществится. Вот, и... Ну, уже как Бог будет действовать, я не знал. Вот, и... Наверное, Бог лучше понимает и знает, как в данной ситуации. Но я не помню, чтобы я когда-то просил каких-то знамений, знаков, да, каких-то явных таких откровений. Ну, у меня такой же вот был путь, то есть я никогда не просила знаков, но я просила вот то же самое, наверное, что если это не воля Божия, чтобы Бог просто разрушил это, чтобы просто разрушил, и как бы это не состоялось. Но моя мама просила знак вот уже, наверное, месяца за три до нашей свадьбы, и ей Господь ответил положительно, да, и у нее как бы уверенность такая абсолютная, что да, 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 все это правильно. И папа рассказывал, что когда уже была свадьба, вот готовились недели две осталось, наверное, до венчания, до свадьбы, он рассказывает до сих пор, вспоминает, что Господь как бы все посылал навстречу, и были такие удивительные чудеса, мы купили квартиру как бы за пару лет до этого, и там был телефон, но он не работал, то есть потому что номер хозяева старая не забрали с собой, а у нас остался просто аппарат, вот он стоял, но телефон был, там была тишина, то есть он не работал. И за две недели до нашей свадьбы телефон включает, то есть мы даже не знали, что он заработал, кто-то позвонил, ошибся номером, и мы поняли, что телефон работает, то есть это было так удивительно, мы никому ничего не сказали, в общем, как раз в это время очень нужен был телефон, потому что не было мобильников, нужно было созваниваться со всеми, договариваться, и вот эти две недели ровно работал телефон. И после нашей свадьбы он опять перестал работать. И во время подготовки папа рассказывал, говорит, я только подумаю что-то, нужно вот это приобрести, или нужно с этим человеком договориться. Этот человек тут же появляется мне навстречу. Я что-то захочу, мне тут же звонят, предлагают эти вещи. То есть вот как-то у родителей у них была такая уверенность, что да, Господь ведет вот это все правильно. Ну а мы, наверное, до последнего шага, пока даже до мечания шли, мы еще молились. Ну, родителям я понравился. Поэтому они все видели везде положительные какие-то знаки. Более того, он им очень понравился сразу, вот просто они его полюбили. Были ребята, которые за мной ухаживали, и папа мне откровенно говорил, только через мой труп. Он когда узнал, видел, что я собираюсь куда-то, он говорит, да куда? Я говорю, ну вот попросил встретиться, поговорить, кто такой-то. Только через мой труп. Ты, конечно, иди там вообще, но ты понимаешь, что были такие ребята, которых папа вообще не мог. Мама тоже, они как-то очень остораживали. Антона, когда они увидели все, это была их любовь, они его приняли. И я недавно только узнала, что они от моего имени на Новый год послали телеграмму Антону с Новым годом, пока он был на коньяк. И я узнала об этом вот, наверное, год назад только, что это такое случилось. А Антон свято верил все это время, что я его поздравил с Новым годом. То есть они еще какие-то активные действия были, помогали. Помощь, ладно. А где вы играли свадьбу? Здесь, в Сокском? Да, в МКЗ. Ну, не в МКЗ, в БКЗ. В БКЗ, да. У нас была свадьба в БКЗ. В чем могут быть преимущества студенческой свадьбы вот такой? Ну, вообще, студенческая свадьба, мы поженялись, мы жили в бочках. То есть мы четвертый курс жили уже вместе, заканчивали. Это была романтика. Сейчас, наверное, не все знают, что такое бочка. Мы постараемся найти картинку, прикрепить. Да, у нас, кстати, здесь фотография в бочке, да, наша семья. И Антон вот очень правильное решение принимал. Ед всегда по жизни. Не всегда. Всегда. И я тоже люблю принимать решения. Но вот меня как-то Господь через жизнь научил, что нужно прислушиваться к его решениям. Если дело касается каких-то совместных вещей. И родители, настойчиво, мои родители, предлагали переехать к ним. То есть у них была комната в квартире, трехкомнатная квартира. Переехать к ним и жить с ним. Антон сказал, нет, мы будем жить своей семьей. Это было очень правильно. То, что мы сразу отделились, и у нас сразу была семья. То есть мы сразу планировали бюджет, сразу делали закупки, сами убирали свое жилье. То есть мы были хозяевами, у нас была сразу семья. Вот это очень правильный момент был. И романтика. Быть в студенческой семье – это большая романтика. Это здорово очень. А второй плюс какой? Когда ты уже приезжаешь на служение, у вас семья сложилась, то есть вы уже немножко друг друга знали, поняли. А новое место, новое служение – это всегда кризис. И хорошо, когда вы уже вместе что-то прошли до этого. Там, конечно, и свои недостатки есть в том плане, что учеба, то есть здесь нужно уже уделять внимание друг другу, не только учебе. И тем более мы поженились после третьего курса, перед выпускным годом. А это дипломная работа, это подготовка к выпуску. Ну, ничего. Мне было здорово, очень приятно вспоминать. Хорошо, немножко теперь поговорим про брак, уже отношения именно в браке. И вот первый вопрос, который хочется задать, не знаю, как много вы помните из первого года о вашей совместной жизни спустя 24 года. Но были ли какие-то у вас ожидания и реальность, которые столкнулись друг с другом, не совпали? Или что-то наоборот, вы ожидали, что это будет плохо как-то, а ну так сразу хорошо пошло, всё? У меня были такие, потому что я как бы выходила замуж за студента. У меня несколько было таких опасений, я думаю, вот как мы будем жить, всё так будет, наверное, бедно, плохо и ужасно. Ну, как-то думаю, ладно, уже надо на стипендию, да, вот надо будет учиться, всё. Всё, потому что у меня не было стипендий, я как бы жила с родителями дома, и у меня не было такого опыта выживания, так сказать. И получилось так, что когда у нас случилась свадьба, как раз накануне случился дефолт, то есть обвал рубля. И доллар вырос просто вот со скольки рублей до скольки, я даже и не помню. С 6 до 20 с чем-то. То есть поднялся на очень много пунктов. И Антон, он был студент Белорусского униона, ему платили в долларах зарплату. И получилось, что её выплатили вот за полгода вперёд, её выплатили в долларах. И то есть получилось, что вот мы начали жить вместе, и у нас в долларах, да, стипендия. И так получилось, что его стипендия на тот момент была больше, чем зарплата ректора. Потому что ректору пересчитали вот в связи с нынешним курсом. То есть ректор получал 70 долларов, Антон получал 90 долларов в своей стипендии. И мы жили вот как бы первые полгода, мы жили, ну просто, я не знаю, очень хорошо. И я вот в этом и видела тоже как знак, что Господь показывает, что всё будет хорошо. А второе, наверное, что когда мы поженились, я ничего не представляла, не думала, как и что будет. Но он оказался, хотя мы встречались два года практически, он оказался ещё более открытым, дружелюбным и простым человеком. То есть очень... он даже как бы превзошёл те ожидания, которые я могла представить, да. Это, Анатолий Лич, у вас что-то такое было? Наверное, было, но это было всё тоже положительное. То есть не было чего-то такого, что я бы думал, что вот это будет классно, а было так, да, плохо как-то. Нет, наоборот, то есть, мне кажется, первый год. Ну и всё было отлично. Я помню, что он мне сказал, я что-то готовил, он мне сказал, он, говорит, так вкусно, всё хорошо, я, говорит, боялся, что ты будешь плохо готовить. Я тогда ещё не знала, что... мы ещё не знали, что он тоже готовил. Он спустя, наверное, 10 лет нашей совместной жизни, у меня была операция, и я не могла готовить, я лежала, у нас ещё ребёнок, Никита, вот, был, ну, годика 4 было. И Антону пришлось готовить самому. И оказалось, что у него к этому и талант, и склонность, и хобби, и он до сих пор вот иногда готовит, потрясающе. Да, ты слишком хорошо готовила. Да, 10 лет мы не думали об этом. Ну, вот как таланты раскроются. Да. А сейчас у вас есть какие-то, вот, вы оба любите готовить, да? Или просто таланты? Ну, он любит больше, но не любит. Да, он любит, у него это как хобби, это как вот... Да, а вот совместно есть у вас какие-то хобби или увлечения, чем вы сейчас вместе можете вот заняться, провести время как-то друг с другом? Ну, вот можем там лафы записать вместе. У нас так получается в последнее время, что нас просят как-то вместе какие-то программы организовать, проводить. И я вообще с Антоном очень люблю работать в паре. То есть вот если он, если вот, или субботнюю школу мы готовим, или какое-то интервью, или что-то, и вот если он в паре, вот я с ним в паре, то я ни о чем не переживаю, все, я знаю, что у него такой аналитический здравый рассудок, все будет хорошо, все выйдет. И вот в последнее время мы вот как-то так получается, что вместе делаем именно вот несколько проектов таких. Своё родное служение такое. Это да. Света очень любит гулять, я нет. Гулять в смысле прогуливаться. Да, на улице, да, на свежем воздухе. Вот. Но иногда я поддаюсь на её уговоры, и мы гуляем. Просто раз в неделю, в субботу после обеда, это такое моё время, когда я говорю, пойдём погуляем, и он знает, что ему нельзя говорить нет. Он выполняет честно свой, мужественно свой долг, и идёт со мной гулять раз в субботу. Да. Я вот знаю, что вы оба связаны с английским языком. Как вообще он пришёл в вашу жизнь? То есть вы вот преподаете на интенсивном английском, да? Антон Анатольевич, я помню, переводил очень часто, какие-то проповеди, кто приезжал, да, программы. Как так получилось, что вы такая семья, которая именно с английским взаимодействует? Ну, со мной как бы всё просто, то есть, ну, оно так получилось. Мы учились на Филиппинах, учились на английском языке, поэтому тут некуда деваться. Ты до этого занимался языком? Ну, что значит, я занимался? Я не занимался. До Филиппина. У вас образование есть какое-то? Нет. Нет? Нет. Ну, в школе был английский, в академии был английский. Он способен к языкам, просто. Вот. Да, и потом была практика, там, иногда иностранные евангелисты приезжали. А, практика здесь или нет? Нет, когда мы... Мы даже не пожелаем здесь, а у него была практика. Нет, когда мы не пожелаем, там практики такой большой не было. Ну, просто приезжали ещё, тогда такой был период, 90-е годы, приезжали много иностранцев, вот, евангелисты проводили программы. И я, естественно, программы не переводил. После того, как закончил академию, да, уже меня приглашали на перевод. Вот, а до этого, ну, просто так вот, была возможность пообщаться, поговорить с людьми. А потом, конечно, учёба на докторской программе, то есть тут хочешь, не хочешь, вот, пришлось язык выучить. А вот у Светы интересно всё самое. Ну, у Антона я хочу сказать, что он, когда уже мы заканчивали университет, он занимался самообразованием, то есть он листал там книжки по грамматике, он вообще такой склады, да, что он занимается... Самодисциплиной. Самодисциплиной, да, ему интересно что-то. И у него, получается, языки, и вот древнееврейский он сейчас преподает хорошо, и древнегреческий он любит. Древнегреческий хорошо. Да. Ну, хорошо. Древнегреческий. Вот, и на Филиппину он приехал уже довольно с хорошим английским, то есть его, в принципе, даже без экзаменов приняли на обучение. И, конечно, язык рос. Ну, не из-за этого приняли без экзаменов. Просто там как раз работал в это время преподаватель, который, когда мы здесь учились, в семинарии, он нам преподавал тоже. Вот это Клинтон Волин, некоторые его знают. Вот он сейчас работает в Генеральной конференции в Институте библейских исследований. Вот, и он там в это время находился. А мы, когда приезжали, мы же приезжали после магистрской программы. Магистрская программа была от университета Эндрюса. У нас, соответственно, был диплом университета Эндрюса. Вот, и этого преподавателя там спросили, вот как ты считаешь, да, ты знаешь, ты там в Заокском преподавал когда-то, и вот люди с дипломом Эндрюса, как им нужно английский здесь учить или не так. Он говорит, да, все нормально, они как бы, не обязательно им, да, учить. И мы даже не сдавали экзамен, мы не сдавали, там, тест по английскому, да, я не сдавал. То есть сразу с головой окунулись в учебу. Ну, надо сказать, первые предметы было непросто. А потом потихонечку втянулись. Когда ты начинаешь учиться на английском, как бы ты хорошо до этого язык не знал, но когда ты начинаешь учиться на английском, от тебя требуется не просто хорошее знание языка, от тебя требуется знание языка как родного. То есть тебе нужно в нем писать, говорить, читать, проводить презентации, свободное владение. Конечно, первое время, да, у меня тоже такой был опыт, когда я начала уже учиться. У меня был другой, конечно, опыт в английском. У меня с детства папа, вот родители, они как бы чувствуют, что в жизни пригодится. И папа меня с детства побуждал учить английский язык. Там, покупал кассеты, всякие книжки. Я принципиально не учила, потому что дети обычно учат язык сверстников. Мне не хотелось ничего, я не понимала смысла в этом. И когда мы здесь учились, в академии, я тоже не учила язык. Я не знаю, почему у меня, потому что мои сёстры знали язык старше, они заканчивали им ясно, по наследству, наверное, я не знаю. Меня как-то определяли в сильные группы. И я могла, допустим, если меня спрашивали, я могла что-то наговорить на английском. Я при этом не представляла, я правильно говорю или нет. Но слова я использовала правильно, но по грамматике у меня была каша. И, наверное, из-за того, что у меня была каша, я никак не могла понять вообще, как это устроено. И у меня был довольно слабо английский, когда мы приехали на Филиппины. И я не планировала учиться, потому что не было тогда такой опции для жён проходить обучение. Только для мужей была опция. Но потом открыли эту опцию для жён. И я пошла в языковой центр. К тому времени я уже жила какое-то время на Филиппинах. И я говорила, в принципе, как бы такой какой-то бытовой английский. У меня немножечко был. И я закончила его, сдала IELTS-тест, чтобы пройти на обучение. Но английский был для меня чем-то... Я не собиралась с ним связывать свою судьбу. Я собиралась пойти и получать образование психолог-консультант. То есть вот тогда была такая программа. И получилось, что как только я сдаю тест, я сдаю его выше среднего. То есть там требовало 6,5. Я сдаю 7 и там около 8 по некоторым. И я сама была удивлена, почему такое... Ну, как бы я понимала, что я как бы неплохо иду. Но балл был довольно высокий. И как раз в это время закрывают программу консультирования, открывают программу учителя английского языка. Именно магистрское направление, именно TESOL. И я помолилась, говорю, господи, мне теперь все равно, я не знаю, куда идти. Я хотела на психологию, а она закрылась. Куда теперь идти, просто направь, потому что было еще несколько направлений. И меня все стали уговаривать идти именно на TESOL. И я когда пришла, я никогда не работала с языком, я никогда его не любила. Язык это был не мое. То есть это был... Ну, я говорила, конечно, но не собиралась его изучать, там что-то еще. Это все мне очень не нравилось. И я когда пришла на эти предметы, первые у нас были предметы, был лисмин, аудирование как бы, и было произношение, и фонетика. Мне это настолько все было чуждо, настолько неинтересно. Я настолько чувствовала себя неквалифицированной в этом, потому что ты как бы зеленый-зеленый, ты пришел чему-то учиться и потом кого-то учить. И я, наверное, себе обещала каждый день на этих программах, что я уйду. Вот сейчас семестр закончится, я уйду. Сейчас вот я... Вот-вот, и я ухожу на другую программу. Но я закончила семестр, вроде неплохо. Потом думаю, ладно, еще один семестр, и потом переведусь. А в другом семестре уже пошли интересные для меня предметы. Как язык осваивают, как язык изучают, как это зависит от возраста, какие методики можно и нужно использовать, как это связано с культурой. И меня затянуло просто, мне стало это интересно. И дальше больше мне понравилось. И я была очень этому рада. Но и с грамматикой мне Господь тоже так помог. Интересно, что я долгое время не могла понять... Ну, я думаю, что это благодаря учебникам. Это неправильные учебники были по-английскому. То есть по тем учебникам, по которым я училась, они были неправильными. Я это сейчас понимаю как преподаватель. И я понимаю, почему у меня была каша в голове по грамматике. Потому что интегрированные учебники, они собраны так, что там куски грамматики, никак не связанные друг с другом в каждой главе. И у тебя просто из-за этого получается вот такой хаос. Но я не понимала времен, ничего этого. И я помню, что находясь еще в языковой школе, я помолилась, говорю, Господи, поменяй мне мозг, я не понимаю, я гуманитария, не понимаю вот эту технику, вот смысл. И вот буквально после моей молитвы, через какое-то некоторое время, заболевает наш преподаватель. И приходит другой на замену преподаватель. И он дал нам какой-то тест, увидел, что у нас есть проблемы. И он говорит, ребята, здесь все просто. И он чертит на доске таблицу, расписывает все, рассказывает. И у меня все становится на свое место. Вот в раз становится на свое место. И я поняла, что Господь, во-первых, мне ответил, объяснил. Во-вторых, Он мне как-то поменял мозг. Я стала понимать, как это дальше нанизывать. Я сейчас преподаю грамматику английскую, очень люблю. Интересно, что грамматику. Да, я вообще люблю этот язык. Вот Господь как-то изменил. Вот Он сделал из меня того, кого бы я из себя никогда не сделала. Надежда, для всех, кто у нас студент, тоже есть у кого проблемы все-таки с языками. Здесь могут быть молиться, чтобы Бог помог в изучении. Хорошо. Мы знаем, что у вас два замечательных сына. Между ними сколько лет? Семь лет. Семь лет, да. То есть это как бы и немало, да? Ну, не прям, не знаю, много ли немного. У меня как бы с братом 11 лет разница тоже много, правда. Насколько сильно различалось воспитание их, исходя из их возраста, и вообще поколения? Другие все равно, мне кажется, немножко как бы не в одном возрастной категории такой. Мне кажется, я как мама была более жесткой со старшим сыном. А вот Антон, он был более мягкий с ним. То есть он как бы вот так, я так замечала просто. Он как бы, он мог там его поругать, наказать, но мне кажется, я более, больше, чаще, наверное, вот его как-то могла там построить, там сказать, что что-то как-то где-то. А вот со вторым ребенком у нас с точностью наоборот. То есть я как бы чувствую, что до конца я не могу на него так прямо вот жестко как или что-то. Но зато это может делать Антон. И поэтому как бы у нас, как я вижу эту ситуацию, что у нас как-то равновесие получилось с детьми где-то. Но при этом, я вот тоже молилась об этом, я Богу благодарна. Вот у меня лично, я люблю их одинаково. Они разные, очень разные дети, вообще не похожи друг на друга ни в чем. Ни в способностях, ни внешне, ни по генетике, ни по интересам. Но вот так Господь благословил, что я их одинаково люблю обоих. То есть я не могу сказать, вот этого я люблю меньше, вот этого больше. Или как-то вот... Антон Анатольевич, насколько вам было, что вы вообще испытали, почувствовали, когда узнали, что у вас второй сын будет? Значит, вы так, фух, второй сын, уже знаю. Ну, да, нет, я сильно не переживал на самом деле. Каково с мальчиками вообще? С мальчиками, ну, нормально. То есть я не знаю, каково с девочками. Вот, ну, да, с мальчиками классно. Вот, Света иногда жалуется, что вот тут все мальчики, да, я одна девочка. У нас раньше еще кот был, вот, да, тоже мальчик. Вот, говорит, я одна. А сейчас у нас кошка, поэтому... Равновесение. Вот, уже не в одиночестве. Ну, я вообще нас не считаю какими-то там крутыми родителями, но себе во всяком случае могу сказать. Вот, мне кажется, мы как-то специально не думали, вот как мы будем воспитывать, да, что какие-то специальные методики там для детей, вот, чтобы с ними как-то заниматься или развивать. Мне кажется, как одного, так и другого. Ну, мы старались их любить, мы старались как-то эту любовь проявлять, как могли. Старались направлять туда, куда считали правильным, вот, ограждать от того, что считали неправильным и нехорошим. То есть, ну, мне кажется, минимум, да, такое родительство. Да, я тоже не считаю себя каким-то очень суперродителем, далеко нет. Но, мне кажется, что для нас важно воспитание, вот, номер один, вот, прямо с самого-самого раннего детства. Это привить ребенку какие-то отношения с Богом, как-то вот к Богу ближе помочь ему подойти, то есть, вот, чтобы молились, чтобы мы вместе молились, чтобы они сами молились, чтобы начали сами Библию читать, чтобы как-то вот, вот, как-то, как-то их привести ближе-ближе к Богу каждый день. Вот, это как бы, вот, номер один, все остальное, что называется, да, Господь поможет... Побуждать, во всяком случае. Побуждать, побуждать, помогать, да. Потому что понятно, что насильно это не сделаешь, и необходимо все равно свое желание и свое стремление, но молиться об этом и побуждать к этому, показывать важность этого, да. А второй момент, наверное, вот, который я поняла из опыта родительского, что очень важно вовремя останавливать ребенка, если он что-то неправильно делает. Вот, если ты видишь, что вот он раз, что-то у него вырвалось, такой дерзкий, неправильный, нехороший, важно не грубо, не там как-то, не наезжая так сильно, но сразу его остановить. Или ты видишь, вот он начинает, у него какие-то планы, и ты видишь, что это нет-нет, это будет очень плохо, и вот важно сразу остановить. Или вот какой-то поступок неверный он начинает делать. Вот важно детей сразу останавливать, потому что если ты даёшь возможность, ну, ладно, я потом расскажу, ладно, я потом как-нибудь, или он сам поймёт, он не поймёт, и это пойдёт дальше, больше, и остановить это потом будет ещё сложнее. Вот как бы нужно сразу услышал, увидел что-то не то. Пресекать. Сразу пресекать, да, это намного проще и легче. Ну и, конечно, каждый день мы очень молимся, чтобы Господь вот на этот день дал мудрости, потому что вот, на мой взгляд, самое сложное в браке, это даже не отношение с друг другом, это воспитание детей. Это очень сложная, на самом деле, вещь. Ещё такой момент, как мне показалось, он присутствует, что все дети, они разные. Вот мы даже видим, сравнивая двоих только своих, мы видим, насколько они разные. И мы понимаем, что вот дети в других семьях, да, они все другие. И очень сложно какие-то универсальные советы и универсальные решения, на самом деле, подобрать для воспитания, потому что иногда люди очень смело начинают давать советы или говорят, вот нужно так делать, да, вот так вот не нужно. Но это работает с одними детьми, это не работает совершенно с другими. Вот. И наоборот, то, как мы воспитываем детей, и что-то нам удаётся, и что-то получается и срабатывает, оно может у кого-то совершенно не получится. А с какими сложностями вот вы столкнулись, воспитывая собственных детей? Было что-то такое, с чем вам пришлось бороться? Больше, наверное... Ну, для меня воспитание детей это воспитание себя больше, чем детей. Вот, потому что когда... Когда дети появляются... Они смотрят очень... Во-первых, ты видишь себя в этих детях и узнаёшь себя, причём узнаёшь не лучшего себя. Вот. И это огорчает, да, и ты думаешь, ну вот почему, да, вроде как ты не совсем, у тебя есть же и какие-то положительные стороны, да, но положительные стороны в них тоже есть, да, в них больше положительного. Но оно не твоё, то есть это как бы просто вот, ну, милость Божья. А какие-то недостатки, да, ты смотришь, я знаю, откуда это, да, я понимаю, это очень знакомо. И поэтому ты понимаешь, что чтобы решать вот эти проблемы, нужно решить проблемы с самим собой. Вот как-то воспитать себя и, ну, преодолеть себя и всё-таки воспитывая, не подавить свободу, не подавить личность, да, постоянно себе напоминать, что у них, они делают выбор, вот, они тоже имеют право научиться на своих ошибках, иногда, вот это тоже было трудно. Да, это вот, я согласна. Это действительно очень трудно. Добавить даже по поводу сложностей. Ну, сложности, да, просто вот в каждом периоде роста ребёнка есть какие-то вещи, с которыми приходится бороться. И вот иногда бороться очень даже приходится жёстко, там, ну, до определённого возраста опять, потому что, когда ребёнок там достиг уже, например, 14-15 лет, то есть он уже такая личность, которую ты там, теми методами, которыми ты бороться, ты бороться не будешь, там, запрещать, там, где-то так наказывать, там, лишать чего-то. Это уже действует немножко другое, другая психология отношений уже работает в этот период. И просто в каждом возрасте есть что-то, с чем ты постоянно сражаешься. Вот иногда это плохие какие-то привычки, там, не убирать с собой, или там что-то ещё где-то. Иногда это сидеть в телефоне, там, и игры какие-то. Иногда это друзья, да, с которыми ты понимаешь, что они друг на друга плохо влияют, это приходится преодолевать. И вот, наверное, вот эта борьба, потому что она не приносит никакого удовольствия, то есть в этом нет никакой радости, что ты постоянно убедишь, что ты постоянно ограничиваешь, что ты ребёнку постоянно объясняешь, что приходится даже иногда какие-то радикальные меры. Она не приносит никакого удовольствия, то есть в этом нет никакой радости, но это приходится делать. И вот Божья помощь в этом случае, она вот просто незаменима, потому что мало этого делать, очень сильно молишься, и Господь, вот у нас были несколько таких опытов с Антоном, когда вот мы уже, ну как, мы сказали всё, что сказали, мы объяснили всё, что мы смогли, и мы понимаем, что больше мы как бы не можем ничего сделать. Мы просто вот вставали на колени, молились, и Господь так действовал, что этот ребёнок сам принимал решение, которое на наш взгляд было правильным и хорошим. И вот Господь, Он очень большой помощник. Если к Нему обращаешься, Он, наверное, делает большую часть. Ты со своей стороны делаешь свою часть, а Господь никогда не остаётся в стороне. И, кстати, вот это тоже сложность не свести воспитание только к негативным каким-то моментам. То есть запреты, наказания, коррекционное воспитание, ограничения какие-то. И вот действительно, это с одной стороны недоставляет удовольствия, с другой стороны, это проще, наверное, делать. А должен быть какой-то всегда положительный аспект. И этот положительный аспект, он чаще всего связан с времяпровождением каким-то совместным. То есть я для себя заметил, что чем меньше времени уделяешь детям, тем больше потом приходится вот этого вот негатива привносить. То есть запрещать, исправлять, наказывать и так далее. То есть на самом деле всего этого можно избежать, если просто уделять больше внимания и как-то вот вместе заниматься какими-то положительными вещами. Ну, сложно на самом деле уделять как иногда больше внимания, очень сложно. Потому что иногда приходишь очень уставшим, тебе хочется просто лечь, чтобы тебя никто не трогал, ни о чём не спрашивал. Да, вроде уже и думаешь, что ребёнок взрослый, как бы сам там может справиться, но всё равно воспитание продолжается, пока он из дома не вышел. Ну да, дело в том, что действительно справиться он может. То есть дети достаточно рано становятся самостоятельными, способными там за собой проследить и обслужить себя, и сделать всё необходимое. Но они не перестают нуждаться в своих родителях, они не перестают нуждаться в том, чтобы родители были с ними. И как-то иногда даже они вот играют в такую беспомощность, да, потому что им хочется, чтобы папа или мама вот как-то, да, побыли рядом, что-то сделали, и иногда вот об этом забываешь, и думаешь, да что ж такое, да, что ж ты сам не можешь. Вообще очень помогает понять, какой язык любви у твоих детей. Вот у меня два сына, у них разные языки любви. Вот у младшего у него язык любви – это прикосновение и время. Вот это просто видно, обнимашки, тактильность какая-то. А у старшего сына у него другой язык любви, да? И вот если это понимаешь, несколько проще. То есть ты знаешь, вот любовь, нужда проявляется вот в таком поведении, и пытаешься как-то, да. А вы читали какие-то книги, может быть, в воспитании? Я читала подробно, я просматривала несколько книг, некоторые читала. Подробно читала Елену Вайт «Воспитание детей». И я читала, когда у меня уже было двое детей. И вот я, когда читала эту книгу, мне было очень понятно, о чём она говорит. То есть вот когда нет детей, ты начинаешь её читать. Мне кажется, это общая фраза, общее выражение о чём. Но когда у тебя есть ребёнок, ты читаешь, ты понимаешь прекрасно, что она имеет в виду, и что она советует конкретно делать. И вот мне очень помогла эта книга. А вот вопрос возник у меня про книги, в принципе. Насколько актуально совместное чтение? Как много, мне кажется, молодых людей согласятся читать вместе? Ну вы знаете, что интересно? Вот по совместному чтению. У нас вот Антон, он такой чтец для наших детей. Мы Никите очень долго читали, наверное. Мы читали, наверное, полтора-два годика ему было. С двух лет мы начали ему читать на ночь. И мы читали ему, наверное, до какого возраста? Я даже не буду, чуть ли не до 10 лет, наверное. Вот что-то очень долго мы ему читали на ночь, вот что-то читал. И Антон читал очень много, он здорово читает вслух. Миши мы, конечно, читали меньше. Миша переключился на аудиокниги, вот часто когда засыпает. Но вот это совместное чтение, когда папа читает, это очень здорово. Мы все слушаем. Да, а я еще спрашивала именно, знаете, когда... Общую книгу вместе. Да, да. То есть не с детьми, а с вами. А с вами пара, да. У нас, наверное, такого не было, да, опыта? Мы книжку не читали вместе. Ну да. Мы иногда читали одни и те же книги, но это не так, что сидишь и слушаешь. Вы обсуждали их как-то? Или все равно это было по отдельности? Мы не в одно время читали. Вот мы, если читали, то не параллельно. То есть вот у нас как-то... Ну, бывало, да. Но это, скажем, для нас, да, это не норма. Это не норма. Нет, мы как-то не читали. У нас, наверное, все разное. У нас разные очень вкусы в еде. И мы... Даже вот если фильм есть... Нет времени смотреть фильмы, на самом деле, фильмы. Но даже если вот я просто заметила, допустим, мне какой-то фильм нравится, Антону нравится другой. Там вот у нас как-то... Мы иногда очень-очень... Да, я, Свети, на годовщину свадьбы купил такой хороший фильм, подарил ей. Я была беременна. И я сказала, больше я никогда. Это фильм. Смотрите, вот это был фильм «Пианист». Если вы его смотрели, это про Великую Отечественную войну. Еврей-пианист скрывается, значит, от фашиста. В общем, там все... Безходно. Все ужасы войны там. А у меня как раз была беременность месяца три. Я когда-то смотрела, сказала, никогда. Да, поэтому у нас разные, наверное, приоритеты и вкусы во всем. Но все равно он находится в точке соприкосновения, которые вот такие основные и главные. Нет, ну, конечно, да. Ну, да. Нас очень объединяет... Нам всегда говорили, что мы разные. И всегда говорили, что мы не похожи. Вот с первых дней, как мы начали встречаться, наверное. И мы действительно разные, мы действительно не похожи. Но очень сильно вот сфера общих интересов у нас пересекается вот эта вера в Бога и служение Богу. Вот эта сфера, она нас всю жизнь объединяет, вот все 24 года. Ну, само собой, конечно, любовь, семья, общий быт. Вот это масса тем, да, и каких-то вещей. И нам нравится быть вместе. Вот Антон интроверт. Я 50 на 50, интроверт и экстраверт, да, есть даже... Амбиверт. Да, амбиверт. И даже когда вот просто он сидит, он занимается, его лучше не трогать, ему хорошо, ему спокойно. Но мне просто приятно, что он рядом. Вот он рядом, и у меня хорошее настроение, я даже не требую там его внимания, чтобы он там что-то... Он, главное, есть рядом, он там занимается своими вещами, он читает, он что-то делает, он работает, он смотрит. И у меня уже отличное настроение, мне уже хорошо. И я помню, что когда начался ковид, 20-й год, получилось так, что они съездили в Беларусь, с Никитой отвезли бабушку в Беларусь, вернулись, их на границе как бы обязали сесть на карантин на две недели. И нам нужно было выселиться с Мишей из квартиры, потому что они должны были сидеть на карантине, к ним должны были приезжать, брать тест, проверять. И мы переехали к дедушке к нашему, то есть не так далеко, тут рядом. Но видеться нам две недели было нельзя. И на второй неделе я поняла, что мне физически плохо, просто потому что его рядом нет, и я не могу с ним увидеться, то есть не могу как-то вот, какого-то контакта у нас нет. Я сказала, мне все все равно, я переезжаю назад. Вот, поэтому, может быть, у нас не так часто какие-то общие темы для обсуждения в фильмах, книгах и в чем-то еще, хотя у нас есть такие темы. Но нам просто хорошо вместе. Вот это нас, наверное, тоже очень объединяет. Да? Не, ну мы можем кино посмотреть и вместе какое-то запросто. Да, то есть всегда можно найти что-то общее. Какое-то нейтральное. И книжку, особенно христианские книги, в общем-то, читаем. Ну, вместе мы не читаем, но вот если мы прочитали, допустим, даже в разное время, обсудили, да, интересно. Утренний страж. Утренний страж читаем каждый утро вечер, да, вместе. Ну, вот мой следующий вопрос будет связан именно с похожестью. На ваш взгляд, какие три вещи, назовем три, пусть будет, вы вот в этом схожи с вашим партнером, получается. Могли бы вот каждый по три вещи каких-то назвать таких? Красивые, умные. А что еще нужно красивым быть и умным, правда? Что, что еще нужно назвать? Ну, это бесспорно. Не знаем. Но это мне не оттуда. Давай, это, третью ты. Третью я, что нас объединяет, что общего у нас, да? Я, конечно, хотела от каждого подпись услышать. От каждого подпись. Это уже шесть. Мы любим, мне кажется, мы любим быть наедине вместе. Вот, если так можно сказать, потому что, как сказать, нам приятно, вот как только что я говорила. И мы любим тоже быть, я люблю тоже интровертности во мне достаточно. Мне нужно вот это время побыть самой, одной, зарядиться. Вот просто вот это меня, мне кажется, объединяет с Антоном. То есть я не экстраверт. Ну, хорошо, пусть будет три пункта от вас двоих. Да. Другой вопрос. Можете подумать, вот каждый уж точно сейчас, а чтобы вы назвали пункт, чему вы учитесь от своего партнера? Или научились? За эти годы? Очень многому. Ну, я учусь терпению и прощению. И вот могу три назвать, да? Терпению, прощению и, как бы это, может быть, не звучало странно, духовности. Ну, так, в общем-то, мужчина, священник, глава семьи, да, и так далее. Но у нас со Светой немножко разный бэкграунд духовный. Я пришел из мира, можно так сказать. В 14 лет. Да, Света в пятом поколении адвентист, в четвертом поколении. Вот, то есть она воспитывалась в этом. И на самом деле я много беру от нее, и многие вещи меня вдохновляют. Я просто думаю, о чем Антон сейчас говорит в плане духовности. Так получилось, что я действительно росла в верующей семье, и у меня папа, сколько я его помню, по жизни был церковным администратором. И нам приходилось, ну, то есть у нас на глазах происходили разные абсолютно ситуации и вещи, связанные с церковью, внутри церкви, в общении с людьми, с какими-то. И я благодарна Богу, что я видела эти вещи, потому что, когда я их не просто видела, родители давали какую-то свою оценку этим вещам. И они как-то привязывали это к Богу. И сейчас, когда вот я прохожу через похожие, или мы проходим как семья через похожие вещи, может быть, мы видим какие-то конфликты, может быть, в церкви какие-то проблемы, может быть, видим еще что-то. Я вот опираюсь на этот бэкграунд, так сказать, да, вот мне помогает вот этот действительно прошлый опыт, потому что я уже такое что-то похожее видела в детстве, и мне это помогло вот действительно. Вот у Антона я учусь основательности и, наверное, нескольким вещам. Основательности он очень, как бы это сказать, он, если берется за какое-то дело, или он чем-то занимается, он делает это очень основательно и очень тщательно. И мне этого не хватает всегда по жизни. То есть я такой человек, что да, я начала разбираться, я могу дальше не идти куда-то там очень глубоко, вот, а он умеет это делать. Глубины боитесь? Глубины я боюсь. Вот, и я вот этому у него учусь постоянно, и мне это очень нравится в нем. Второй момент, мне очень нравится, я у него всегда этому учусь, вот, особенно с тех пор, как появились дети, он умеет с детьми дружить. Вот, наверное, с самых, вот, пеленок самых, когда они еще в памперсулях, и там такие еще маленькие, вот он уже как-то с ними умеет дружить. Он родитель, но он как-то с ними устанавливает особую такую связь. Вот сейчас они даже вырастают, вот для них папа это все и во всем. И я, если честно, даже не представляю, как мамы без папы вообще могут растить мальчиков, потому что они сейчас во все глаза смотрят на папу, они за папой повторяют. Папа их лучший друг. Если какой-то спорный момент, они на стороне папы, то есть тут без вообще вопросов. И вот это умение дружить с детьми, заботиться о детях, я вот у него тоже очень учусь этим вещам. И еще что мне вот в нем помогает, и я тоже этому учусь ответным, он очень доверяет Богу. Вот в таких моментах, казалось бы, разных. Вот это могут быть серьезные моменты, а могут быть какие-то бытовые даже вопросы, мелочи. И вот у него с Богом какая-то особая связь. Он как-то к нему обращается, вот это его опыт. Я, наверное, этому тоже у него учусь. И Бог ему отвечает. И мне кажется, вот у Антона на самом деле очень много опытов, отвеченных молитв. Причем вот мне кажется, даже вот как чудесных таких вот, необычных, которые меня, например, они вдохновляют. Так здорово просто, когда вот друг о друге говорят, и ты понимаешь, что вау, здорово. Вот можно этому научиться так. В браке, да. Традиционно уже у нас так устоялась, такая традиция установилась, что в конце выпуска наши пары говорят, что для них есть любовь. То есть наша программа Love Is называется. И вот могли бы Вы тоже поделиться своим определением любви. Какой вопрос? Надо было понять, что будут об этом спрашивать. Да, Love Is. Для меня любовь — это готовность жертвовать. То есть это когда другой человек, тот, кого ты любишь, для тебя важнее, чем ты сам. Вот я бы так это определил. Ну, наверное, это даже где-то будет перекликаться. Мне кажется, что для меня любовь — это когда для тебя вот другой человек настолько важен, что ты не представляешь своей жизни без этого человека. То есть... Нет, ты, конечно, проживешь там, если что-то произойдет и случится, но... Полноценной жизни. Какой-то... Даже не то, что не представляешь. Ты, наверное, не хочешь жизни без этого человека. Ну, не в смысле, что вот раз его нет, я не хочу жить. А в смысле, что если у тебя есть выбор — жить с этим человеком и жить вместе с ним или жить без него, ты даже не рассматриваешь второй вариант. То есть ты хочешь быть рядом с ним, как вот, когда говоришь клятву, да, и в бедности, и в богатстве, пока смерть. Вот когда есть вот это желание дожить с ним, вот сколько Бог даст. Вот это для меня любовь. Спасибо. И последний вопрос на сегодня. Могли бы вы... Точнее, не вопрос, а просьба. Могли бы вы что-то пожелать нашим зрителям? Потому что разный контингент смотрит нас. Но это в основном молодые люди, да? Возможно, они находятся сейчас на стадии, вот, когда нужно принимать какие-то серьезные решения. Они еще не вступили в брак, либо они сейчас очень сильно так сомневаются, да? Вот что бы вы могли пожелать им в сердечных делах? Любой совет, что у вас снова пришло? Не знаю, мне почему-то пришло. Вот до брачный период, когда начинается, мне кажется, что когда... Вот если вы хотите здраво оценить человека и вообще посмотреть, ну, насколько это возможно здраво, и как бы посмотреть, что это за человека, как бы принять какое-то решение, тем, наверное, дольше не допускать и физического контакта. Почему? Потому что физический контакт, когда начинается, голова отключается сразу. Даже вот вы взялись просто за руки, все, у вас уже... Голова уже не работает. То есть вы уже не видите человека, как вы видели бы его без этого. То есть у вас все в другом цвете, в других представлениях. И вот это первый момент. И если вы начали какой-то физический контакт, даже вот просто ходить за руку, это всегда будет идти по нарастающей. И если вы не собираетесь жениться в ближайшее время, то не делайте этого, потому что физический контакт – это как... Ну, нехорошее сравнение, ну, как наркотик. То есть он постоянно требует... Как это сказать? Дополнительного... Как пополнения. Он растет, он растет. То есть он всегда находится... Доза увеличивается. Доза увеличивается. То есть он всегда растет, и он будет требовать большего и большего. И если вы не собираетесь ваше отношение заканчивать свадьбой в ближайшие полтора-два года, то вы придете к такому моменту, когда вы не будете знать, что дальше делать. Такое будет ощущение, что вы в тупике. Дальше вы понимаете, что физический контакт развивать как бы вот из крестьянских позиций вы не будете. А совсем его не иметь вы сейчас тоже не можете. И вот у вас получится такое состояние стагнации, застоя, и это разорвет ваши отношения. Так бы вы, возможно, еще и общались, и вы бы могли еще находить что-то общее. Но вот это может сыграть вот такой замедленной бомбы роль выполнить, если вы не собираетесь жениться или что-то делать. А второй, наверное, момент, который бы я посоветовала, просто бы сказала из личного опыта, что если Господь есть в браке, то он и консультант по психологии ваших отношений, и ваша подруга, и друг, он знает, как починить сломанные вещи или что-то склеить, что, может быть, порвалось. И с ним вот я просто из опыта говорю, ты человека, который с тобой рядом, любишь сильнее, чем до этого. Это не значит, что мы друг друга раньше не любили. Но просто вот с каждым годом Господь как бы дает себе такое еще глубже и глубже. Начинаешь любить глубже, глубже и сильнее. И мне кажется, это здорово. Спасибо, Слава. Светлана Ильинична выразила и мои мысли тоже. Да, на самом деле, говорят, что любовь – это не только розы, это и шипы. и в отношениях всегда возникают какие-то периодические трудности, вот какие-то проблемы. И что я хотел бы пожелать, это чтобы эти проблемы, они не навредили отношения. То есть пусть не давайте каким-то трудностям, которые возникают в отношениях, их разрушить. Потому что нет таких проблем, которые Бог не мог бы решить для вас, и которые вы вместе с Богом и со своим партнером не смогли бы решить, если вы захотите это сделать. Поэтому любите друг друга и справляйтесь с проблемами, идите дальше. Спасибо. Спасибо в целом за все это интервью, за то, что вы пришли к нам. Здорово, на самом деле, что можно потом пересматривать и для себя еще потом какие-то новые мысли подчерпывать. С нами была сегодня семья в гостях наших сотрудников, Петрищевых, Антона Анатольевича и Светланы Ельиничной. Мы благодарим вас еще раз за то, что вы пришли. Просим вас подписывайтесь, пожалуйста, на Золковский университет, следите за нами в соцсетях, за следующими выпусками. И мы были рады, что вы посмотрели этот выпуск. Прощаемся с вами. Всем пока.